Только в Альфа-банке! Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту, крутите барабан в приложении и получаете супер-кэшбэк каждый месяц! Закажите карту в декабре и гарантированно получите кэшбэк 30% на технику! Не просто выгодно, Альфа выгодно! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Даже зеленая трава под снегом прям И растет наверное Там больше нет? Да нет есть скорее всего Я просто кусочки освободил там земля мягкая и трава зеленая вообще смотри как едят все силы россия не хватит не хватит скромный стал такой когда нас нету здесь зала разорались петухи кого из вас убрать кого все красивые никому не хочется ифать и готовься ты пойдешь поедешь в хозяйство скоро нова позвонили сказали ромашка со всех сторон короче нам позвони ну списались мы с людьми они сказали давайте мы заберем вашего евпатия в наше хозяйство поэтому через несколько дней плате поедет новое племя так сказать не надо делать в общем скорее всего у нас будет обмен весной мы заберем либо овечками либо козлятами посмотрим потому что козел еще до много будет расти до тех пор пока он нам понадобится и маресе и маресе маресе то еще пост полтора лет они года наверно еще не год еще не так что еще раз ночи мне хоть и готовься ну что ты там уйдя такую скромня готова аккуратненько а 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 у нас уже солнце успела выглянуть тучки вроде разбежались и морозе запустился Да ладно, а что так Преско-то, минус 17 Недавно смотрел, минус 13 было Минус 12, минус 13 Не по прогнозу, а минус 17 Да, мороз минус 17 Это уже более-менее серьезно Меня там под последним Видео в комментариях спрашивают Ты действительно заморозил стройку? А то зачем ты бетономешалку привез? Ну, как говорится Саня, готовь летом А бетономешалку зимой Сейчас объясню, для чего мне бетономешалка Нужна была зимой На самом деле я бетономешалку, как и греющие кабели Я их, кстати, тоже приобрел Хотел использовать при более высоких температурах Зимой, конечно же При температурах где-то минус 5, минус 6 И блоки укладывать комфортно При такой температуре И хотел реально заливать перемычки Но, по прогнозу, температура Сейчас опускается И опускается будет еще ниже Естественно, вот как раз-таки мы поэтому и заморозили Но это не отменяет тот факт, что нужно Сейчас распаковать бетономешалку Проверить ее хотя бы И когда будет щадящая комфортная температура Возможно, даже это будет весной Мы будем работать дальше Заливать бетон и укладывать блоки Бетономешалка у меня от компании Redwerk Как и, в принципе, шуруповерт Генератор и распиловочный стол Мощность у этой бетономешалки 750 ватт И объем 180 литров На самом деле выбор для меня был достаточно сложен Поначалу, потому что на сайте компании Redwerk Кроме различного рода инструментов Было представлено 8 бетономешалок Я, конечно же, такой Опа, а как мне выбирать? Но по отзывам и по логике Я сначала отмел самые маленькие и большие бетономешалки И выбирал уже между трех 140, 160 и 180 литров объем И для кого это важно Я просто выбрал Исходя из того, что я делаю замес на одно ведро цемента Это где-то около 90 литров Посчитал, что лучше взять с запасом 180-ку У которой выход будет 130 литров И чтобы был еще запас по мощности 750 ватт У предыдущей модели было 650 ватт А разница между ними по килограммам была По-моему, в 2 или даже в 3 килограмма Но это небольшая разница Поэтому выбрал 180-ку Так что давайте быстренько ее распакуем Соберем и проверим Ох, нифига здесь конструктор Инструкция, это хорошо Так, ладно, собираем Вот, руль нашли Интересно Прошло где-то минут 20-25 И я, наверное, половину где-то уже собрал Ориентируюсь, конечно же, по инструкции Здесь все понятно Все показано Какие болты использованы Со всех сторон В принципе, ничего такого сложного Я здесь пока и не вижу Собираем дальше Ну что, бетономешалку я практически полностью собрал Подключил ее уже к электросети Сейчас будем проверять Единственное, что я ребра внутрь не поставил Потому что перепутал расположение верхней чаши Относительно нижней Здесь, видите, стрелочки есть Скорее всего, на всех бетономешалках Такие стрелочки имеются Вот, они должны совпадать Чтобы потом поставить Вот эти вот внутренние ребра Ну, ничего страшного Сейчас я ее включу Посмотрю, как она работает Здесь вот есть педалька такая Вот она фиксирует Видите, фиксирует колесо Вот Ее можно ставить В какое-нибудь из положений Как минимум мы проверили бетономешалку Все работает Будем ее по теплу уже проверять полностью С полноценной загрузкой Но скажу вам одно Что у меня инструмент RedWerk Тот, который имеется Он до сих пор работает Все отлично с ним И я смело могу рекомендовать Компанию RedWerk Ссылку оставлю в описании На бетономешалку Плюс У них на сайте проходят Акции до 30% Новогодней скидки На различного рода инструменты Поэтому можете посмотреть Для себя, может быть, что-то и выбрать Вот А бетономешалку мы испытаем Чуть позже Не в такие морозы Будем ждать Потепления Синечки вообще не боятся ничего Проголодались, да, наверное? Проголодались 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 Продолжение следует... Сколько здесь снега навалило? Надо сделать террасу и надо ее закрывать, наверное, все-таки чем-нибудь. Потому что сюда закидывает много снега прямо в сторону. Видишь? С этой стороны. В смысле закидывать стекло? Да, не надо. Ну, может, в новом доме не хочет так сделать. А здесь я бы не хотела закрывать. Вот этот весь периметр красивый. Да. Всем доброе утро. Мы едем сегодня с утра прямо в город за подарками. Ну, как подарками. Девчонки заработали на то, что они хотели. Соня, синтезатор, вот за ним как раз едем. А для Кати мы заказали телефон уже. Они заработали сами, собирая иван-чай летом. Ну, плюс надо отдать должное, чтобы Баба Света тоже там хороший вклад туда внесла. А, ну, там, получается, в совокупности все вот эти вот они накопили и теперь могут себе сделать подарки на Новый год, то, что они хотели. Баба Света – это бабушка Сони с Катей, это Темина мама. Так что вот сейчас как раз-таки за этим синтезатором мы гонимся уже пару недель, все, Тёма его искал. Отложили, да, договорились и человек вроде как придержал, поэтому едем в город забирать его. Плюс письма надо отправить. У нас почтовое отделение работает не очень недавно. Деда Морозу. Да. Чтобы сил побольше, всем здоровья, счастья. Катя уже написала, так и написала. Дед Мороз, я желаю тебе не уставать, пока ты делаешь нам подарки. Вот. Беспокоиться о человеке. Да. Погнали. Все равно каждый день на это смотришь, все равно это красиво. Столько снега на деревьях. Посмотри, какая красота. О, это просто собака, да. За грибами ходила. Собака, да. На волка похоже. Но это не волк. Это микроволк. 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 Шутим дальше. Рубрика «Шуточки по 100». Пошутим. Кому за... За 300? За 300, да. Кому за 300? Я, я, я думала, «Шуточки по 100», а он такой, «Шуточки по 300». Ладно. Едем дальше. Только в Альфа-банке. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту, крутите барабан в приложении и получаете супер-кешбек каждый месяц. Закажите карту в декабре и гарантированно получите кешбек 30% на технику. Не просто выгодно, альфа выгодно. Идем в магазин за шапкой. Тебе шапку покупать? Мне шапку. Это комбизон. И что это? А может, Соне надо? Соня, тебе надо комбизон? Конечно, он же мне подойдет. Тебе подойдет? Ну давай померяем. Нет, 152, а Соне 170 просто. Ну, ничего страшного. Он теплый, он даже не упал. В подмышках пожмет немножечко. С коленка. С коленка пожмет, да. Мам, посмотри на... Берешь? Ой, какие-то такие вон. Вот маме дай померить. Нет, ну может не розовый. На, держи, померь. Может не розовый, а какой-нибудь. Розовый твой идеальный цвет. Ну, в зеркало, посмотри, классно. Классно? Да. Нет. Как нет? Вы что меня подставляете? Уши открываются. Ну, можно веревочку здесь натянуть. Ай! И затягивать. Так сложно, так сложно тебе выбрать шапку. Да вообще я не могу. Вообще ужас. Ну, такая же, как зеленая, только резиночку опять надо тебе сделать. Только красная, да. Что, нет? Тут еще нам угодить надо, да? Что? Нам еще угодить надо, да? Да самое прикольное, это розовое. Смотри, вот, вот, вот. Давай я сначала вот это померю. Это что ты? Мне кажется, это тебе тоже нормально. Нормально? Нет. А что, померю? Зеленая лучше была. Да? Нет, подожди, вот это вот смотри. О, ничего себе. А у нее завязаны эти штуки здесь. Надо развязывать. Нет, я все-таки... Как шапка-ушанка будет. Ой, я неправильно называю заду-наперед? Нет, все правильно. А, правильно? Да. Ну, иди по мере, прикольно. Я не слышу вообще. Ну, это не важно. Что я говорю, да? Так у Сони не умеет. Собо нашел подходящий цвет. Надеюсь, размер может. Сони по-вашему, не очень, да? Да не, можешь носить. Вот, смотри, Катя мне что предлагает. Это сразу и шарф, и шапка. Круто. И можно еще пояс обвязать ей. У нас определились номинанты. Номинанты? Номинанты, три штуки, три шапки. Розовая, розовая, оранжевая, лучше, оранжевая, лучше. Так, не верим, как бы вот это. Как обычно, короче. Вот это оранжевый цвет. Соня, Соня, как мне. О, боже мой. У меня будет квартира, в ней не будет оранжевого цвета никогда. Нет, это не идет. Все, где оранжевый? Вот и не решили. Давай еще раз смерим оранжевый. Закрепи, у меня уже в голове непонятно что. И так было непонятно что, сейчас вообще унес. Усталась куртка оранжевая, ботинки. Да, тебе теперь надо сменить штаны и ботинки, и куртку желательно. Чтобы к этой шапке все было. Да и содержание куртки, то и другое. Ничего не надо. Все, ладно. А это вот этот, понимаете. Так, это вот стиль. Вы можете, любой стиль допустим. Раз стиль поставили, это рок, да? Ну давайте вот такой запустим. Вот, прошел. Так, а эту вот кнопочку нажимаете. Ну, потом уже берете. Пойдет у вас уже... Та-дам! Ну все? Та-дам! Куплено! Да, забрали. Забрали. Человек говорит, давайте заберем совет, а то передумаем. Уже темнеет понемногу. Хотя время-то еще... Сколько время-то? Время 3 часа без 15.4. Уже темнеет. А с какого числа начинает светлеть обратно? 22 декабря, по-моему. Или 26. Ну, короче, где-то... А еще 3 недели осталось. Да, ну посмотрите, как красиво здесь. Они под весом снега вообще прям накладывают. Да, здесь сосны. С этой стороны есть елки. Хотя это тоже пока сосны. В общем, очень красиво. Скоро будем дома? И будем... Испытывать пианино. Или синтезатор. Синтезатор, да. Пианино неправильно. Ага. Синтезатор. Ладно, едем. Надеюсь, камера передает вам такая же красота, как для нас. Соня пока настраивает синтезатор. Мы поставили его на стол, где здесь стоит, лежит. Скажите спасибо, что я уже собрал больше половины. Вы тут ходите мимо, ставите одну штучку и уходите. Ну да. Пока нету стойки на синтезатор. Либо купим, либо сделаем. Соня, ну какие у тебя эмоции? Мне очень нравится синтезатор. У нас Соня сдерживает, она не такая, как я. У меня сейчас здесь я бы прыгала в водопотолкал. А Соня, нет. Она будет сидеть, она уже что-то нашла. Композиции, которые на гитаре играла, нашла такие же на синтезаторе и играла уже их. Покажешь нам что-нибудь? Что там? Пираты Кривского моря? Да не стесняйся. Не будешь? Ой, а что он не подключен? Я хотела показать, что я здесь. Он еще должен был быть подключен? Да, хотя бы. А я думаю, почему такой глухой звук у Сони? А вот так. Когда... Сейчас. Когда наделал наушники. Вот так играем. А когда не надел наушники? Ну что, пожалуйста. Тогда соседи выходят на улицу. Хорошо, что у нас здесь соседи далеко. А почему так тихо? Громкость. А, здесь еще... Соня, ты более-менее... О, Котянчик, давай. Ты более-менее разбираешься уже где что? Сюда вот может быть. Вот сюда? А, нет. Я только потише сейчас сделаю. Ага, и что будет? О, смартфон. Ну вот это да. Ты уже тоже здесь более-менее разбираешься, да? Дети у нас уже диджей. Ладно. В общем, как разберетесь, будете нам показывать. Потому что Соня вот так вот на камеру, и она немножечко скромная. А так сидит, играет. Пирата Карибского моря. Вот так играет, да. Соня, ну покажи. Мама за ней сыграла. Мы там просто фоном наложим какую-нибудь музыку. На видео найдем какую-нибудь. Ладно. Идем готовиться, потому что завтра мы едем в Москоу-сити. Катя, ты с нами? Да. Это мы с ней едем. Ладно, все. Пошли готовиться. Всем доброе утро. Привет, Мир. Привет. Я, видишь, сливаюсь с этой палкой оранжевой с домом-то. Они меня застали рыжую шапку купить. Ну, нормально тебе идет. Нам всем идет, наверное. В общем, мы выдвигаемся. Сегодня будут результаты конкурса DIY-блогера. Мы там побудем и едем дальше. Куда мы едем, сейчас увидите. Объясни попозже. Поехали. А что у тебя там будет? Я не знаю, что я сказал, что там есть. Едет машина, которую мы хотели купить. Toyota RAV4. У меня на рабочем столе в ноутбуке стоит точно такая, что такая красненькая. Может, когда-нибудь исполнится наша мечта? Ну, она прям, посмотри. Уф, Toyota RAV4 это не обновленная еще. Вот, которая с колесом. Да, старая модификация. Ну, да. Тема, конечно, говорит, что у них вот это колесо там это плохо, потому что дверь потом шатается. Проседает, проседает потихонечку. И она потом закрывается с шоркой. Да? Ну, я не знаю, может быть, это редкость в Toyota. Ну, в общем, нам очень хотелось эту машину. Может быть, еще когда-нибудь. Ладно, едем дальше. Ну, просто нереальная красота из-за мороза. Хочется снимать вот эти вот красивые деревья и снимать. Очень красиво. Да-да, подъезжаем к палатке. Приехали в Москву. Приехали в Москву по навигатору. Вот в этом доме у нас снят апартамент или хостер, я не знаю, как называют, комната, в общем. Ну, в общем, квартира наша... Ой, там. Мы заранее забронировали комнату. На ночь останемся. И парковку. Здесь вообще все занято вдоль дороги. И нельзя оставлять машину. Поэтому мы поедем еще на парковку, оставим машину на ночь. Ага, забираем. А в аптеке остановились просто. Ну да, вещи забираем и поехали. Заселяться. Вот так. Мы как селедка. У нас в деревне нет лифтов. Да. 12 этаж. Нам некуда лифт. Здесь 17 максимальный. Да, 17 этажей. Да. Ключи дали, сейчас поеднемся. И 122 вроде квартира. 122, да. 122. Холодно что-то. Ладно, едем. Хорошо, что продуктовые есть рядом. Да? Ну, у нас есть продукты. Да, мы со своими продуктами уже из деревни. Котлетки, капуста, огурчики. Посолька. Тушенка. Тушеночка, да. Все свое. Могу сказать, из магазина вообще-то. Да, что-то нас водоем. Смотри, в зеркале 15-е, а там. Ага, выходи. Ах, выходи, выходи. Наша квартира? Да. Это не наша квартира, а сестра. Очень жаль. У нас нет какой-то квартиры. Очень жаль. Вот, вот. Ходите, пахнет. Ой, свет включается, он датчик движения у него. Так. Так, так. Ой, это квартира-студия. А где весь свет включается? Вот он. Так, так, я сейчас пакет. Ой, слушай, здесь пахнет, как будто до нас здесь кто-то курил. Ты чувствуешь пол? Это же, да, это же плитка, но здесь тепло. Вот в новом доме у нас тоже будет теплый пол. А это очень комфортно ходить. Да, Катюнь? Ты где? Окно. Подошло, подошло. А мы ничего не делали. Ну, у меня закрыли. Ну, чё? Папа! Ты почувствовал, что пол теплый? Ну, что-то есть какой-то маленький. Комфортно же. Ну, туалет, ванная, как обычно. Вот, даже стиралка есть. Душек. Ну, нормально. Нормально. Нам на одну ночь все хорошо. Ну, очень комфортно по полу ходить. То, что вот... Вот заценили. Я первый раз нахожусь в помещении с теплым полом. Кстати, дом по бетону мы хотели затирать. И тоже я вот такую капелью приметил. Очень комфортно. Как тебе сказать? Тепло? Да, долго держат. Это керамика же все-таки. Или керамогранит? А вот здесь вот, смотри, я стою на этой плитке холодно. А вот на эту плитку прям очень тепло. Неправильно уложили, значит. Вот, посмотри, вот, стань туда ногой. Очень холодно и очень тепло. Неправильно, видать, как-то уложили. Может, миновали вот этот кусочек. Ну, короче, как эти. На номинацию по греки в срок площадке приехали и обсуждаем здесь. Что это неправильно, что правильно. Сами все еще не сделали, блин. Смещались-то, блин. Сами гасячники еще. Смещались-то. Нет, ну я первый раз нахожусь в помещении с теплыми полами. Ладно, сейчас размещаемся, едем за продуктами и дальше. Ой, здесь объектив грязный. Еще все видео я вам грязное снимала. Все, морозилки нету, никаких тушенок. Чего тушенку привез? Ой, вид из окна. Вид из окна на другую. Ой, высоко. Ну, как вам сказать. Вот у нас в деревне выходишь и даль, далеко ты видишь. Там на несколько километров. А здесь ты вышел, вот у тебя чьи-то окна. А если кто-то забыл с той стороны закрыть шторы, ты-то все видишь. Это его проблемы. Это его проблемы, да, Сань. Ну, иногда интересно вот так вот приехать, выехать, да. Но чтобы все время так жить, я, наверное, не смогу. Я немного дикарь в этом плане. Здесь еще есть кроссовый депозит, полторы тысячи рублей. Кто-то писал, что оставили мусор, там не убрали за собой. И здесь вот прям сразу перед выездом нужно вымыть посуду и вынести мусор. А человек писал в отзыве, что типа я не убрал за мной, потом пришли, убрали и полторы тысячи не вернули. Ну, потому что за собой везде и всегда надо убирать, даже если нет депозита. Струки, которые полотенцам сносите, не горячие. Горячие? Ладно, все, отключаемся. Скоро включимся обратно. Так, ну что, мы вышли на Кропоткинской, ориентируемся на храм Христа Спасителя. А где он? Точно мы сюда идем? А вон Кремль. Ну, пойдем к Кремлю тогда. Так нам не Кремлю надо. Нам еще идти полтора километра до места назначения. Это где-то минут 15, наверное. Сейчас мы сориентируемся. Посмотри лучше карту, потому что там Кремль. Нам точно туда идти? По-моему, мы приближаемся к точке входа. Холодно здесь еще. А вот, да, видишь, болотное 3. Ну, вот корпус второй. Или как там 32. Строение 2, вот, корпус 2. Короче, народ здесь, значит, мы правильно хоть идем. Наверное. Что, мы пришли уже. Давай. Уже Алексея с деревень Копотесом встретили. Где-то он, не вижу я его. Сейчас я его рядом возьмем, а там они у меня сладко. А вы уже с тобой как поделились? Футболку. Футболку выбрала себе. Премия лучший DIY-влогер 2023. Тачка на прокачку. Лучший DIY-влогер 2023 года. Канал Ильдар Лайф. Ребята там решили что-то починить по дороге, судя по всему. Парни, привет, аплодисменты всем. Здравствуйте, Ильдар. Очень рады вас видеть. Приятно, что вы смогли сегодня присутствовать. Так, вот, значит, вы здесь. У вас есть какой-то вот человек специальный сторичмейкер, да? Здравствуйте, здравствуйте. Он тоже из вашей команды? Да. Большое количество DIY-блогеров на одной площадке. Давайте пошумим друг к другу. Мы его установили вместе с вами. И этот рекорд будет вписан в книгу рекордов России. Я очень надеюсь, что это произойдет. И мы приглашаем на эту сцену официального представителя книги рекордов России Станислава Коненко. Станислав, пожалуйста, пригласите. Сейчас мы покажем на экране арт-объект, который будет установлен в Подмосковье, который будет посвящен всем DIY-блогерам. Он будет выглядеть вот так. Вам нравится? Скажите, пожалуйста. Да. Если да, громче, да. Да, отлично. И вот этот арт-объект, это рука с инструментом в руке. Она будет установлена в городе Домодедове, в одном из парков. И это чистая правда. Этот арт-объект будет там стоять всегда. И при этом, при всем, это не просто арт-объект. Мы хотим, чтобы каждый из вас приложил к этому арт-объекту руку. И это номинация, к которой мы приходим прямо сейчас. Номинация для всех тех, кто умеет что-то строить. Повелитель стройплощадки. Знакомимся с номинантами. Кирилл Красин. Песни Яши Косякан. Клуб-мастер. Жизнь в деревне. Еще один номинант. Номинация «Повелитель стройплощадки». Патина «Усадьба». Семен Кузнецов. Лов-диай-вай. Наша стройка. Сделана в деревне. Добрый столяр. Жизнь между городом и дачей. Бюджетный вариант. Приятно слышать крики. Те, кто узнает себя, это очень здорово. Можно поддерживать друг друга. Проект 500. Будни Федоров-Директ. Вот они все номинанты. Номинации «Повелитель стройплощадки». И сейчас на эту сцену мы приглашаем для вручения награды представитель компании «Киян» Сергея Широкова. Сергей, ждем вас под наши аплодисменты. Всем привет. Сергей, здравствуйте. Давайте позволю. Чуть-то помогу вам. Повыще его поднимем. Тоже своими руками не все делать. Итак, пожалуйста. Да. У нас сертификат подарок от бренда «Киянг». Напомню, кто не помнит, это производитель профессионального электроинструмента из Кореи. Давайте посмотрим, кому же достанется наш классный подарок. Мы готовы, все готовы. Итак, как проходили эти недели? Неделя голосования. Итак, вот она вторая неделя позади, третья позади, четвертая позади. И кажется, все понятно. В этой номинации. В итоге пяти недель. Победитель «Жизнь в деревне» Артем и Валентина. Мы приглашаем вас на эту сцену. С летних семнадцатого года снимают «Свою жизнь» делится опытом жизни в деревне. Вы Артем? Здравствуйте. Артем, очень приятно. Поздравляем вас. Так, вы один сегодня пришли, да? Моя зона, вот она снимает. Она снимает. А вы потом будете ее снимать, когда она выйдет? То же самое. Скорее всего, да. Давайте так же сделаем, чтобы она тоже была в кадре, потому что ей будет приятно. А она всегда снимает? Иди, давай. Мы по поводу затеек. Хорошо. Так, значит, смотрите. Вот. У нас есть кто поснимать. Походите к нам на сцену. Супер. Друзья, поддержите, пожалуйста. Вот автор этого канала «Жизнь в деревне». Ребята, вы лучшие в номинации, которой мы священованы. И дальше у нас получили огромное количество заявок. Более пятидесяти тысяч. И из этих пятидесяти тысяч заявок мы сейчас познакомимся с топ-3 номинации «Выбор зрителей». Итак, топ-3 этой номинации «Заимка на Урале», «Деревейка под утесом» и «Сельский сварщик-тракторист». Вот она, великая троица, великое трио. Ну, давайте вручать, наконец, уже премию. Давайте, с огромной довольствием к этому переходим. Итак, вот они, топ-3 на этом экране. Сейчас мы узнаем, кто уже победил в номинации «Выбор зрителей». И победу в этой номинации одерживает «Сельский сварщик-тракторист» Евгений. Да, вот он поднимается на эту сцену. Стояла эта сцена и вот его контент. Друзья, поддержите Евгения. Значит, я расскажу. Евгений, тот человек, который сказал, «Я хочу участвовать», предложил своим подписчикам поддержать. И дальше, насколько я знаю, у Евгения изменилась жизнь. Друзья, давайте сами себе пошумим на эту сцену. Время состоялось. Это юбилейная премия. Лучший DIY-блогер России. Спасибо большое всем, кто принял участие. В общем, мы уже вышли. Это включилка? Да, включила. Но мы блогеры те еще. Что скажешь? Что скажу? Что достаточно много людей я сегодня увидел и сфотографировался, пообщался тех, с которыми я давно хотел пообщаться. То есть сегодня как бы не было Насте Больш ТВ, но она, наверное, занята была очень сильно, поэтому не приехала. Но других блогеров я сегодня подметил пару, говорил, мне очень прям, ну, приятно. Надо фотографировать. С Эльдаром прям вот. Ну, давно хотел с Эльдаром хотя бы просто сфоткаться. Такой простой. Тема говорит, а можно с вами сфоткаться еще так недавно? Он говорит, конечно, пошли на второй этаж, там хороший свет. Вот, где офигеется. Ну, он тоже достаточно простой человек, поэтому, ну, ну, как бы, сфоткались и сфоткались. А еще отдельное спасибо хочу сказать маме, молодого человека с канала Машинаторы. Он подошел и сказал, мама просила передать вам привет, потому что она голосовала за вас каждый раз и она за вас болела. Да, у нас просто очень смешанные эмоции. Там такой, этот был, мы в Телеграм выложили. Коротенький ролик уже с конца. Мы потерялись, Тём. Мы не туда пришли. Серьезно? Да, мы где-то не там. Нам надо подняться туда, на мост. А где подняться? Можно веревку кинуть, кошку? Не, серьезно, Тём. Короче, ладно, мы пошли искать. Это первые эмоции. Сейчас домой придем. Еще видите, сколько подарков. Будем сейчас разгребать, вам покажем. Итак, мы уже на квартире. У нас здесь бардачелочка немножечко. А сейчас у нас будет распаковка. Рассказывать, показывать. Самый главный приз наш общий. И зрители голосовали вообще каждый день. Спасибо огромное. Тёмпиотек, я просто хочу показать время, чтобы люди поняли, почему мы такие немножечко спокойные. У нас такие эмоции были сегодня вообще. Девчонки нас ждали. В общем, расскажем. Ну да, а раскроем? Наконец-то, как минимум, у нас есть рулетки. Их целых 4 штуки. Я, наверное, кому-то отдам. Миша там расходник, рулетка, как бы и себе ставлю. Пару Макит и пару Райюби я где-то видел. Ну, короче, одинаковое количество всего в каждом пакете. Вот эта вещь тоже очень прикольная. Мы туда едем. И Тёма говорит, если дадут рулетку, я уже доволен. Короче, вот эти насадки очень классные. По металлу, я помню, я пользовался такими. У меня они растирались. И сейчас очень редко найдешь, какие вот... А можно я тебя попрошу? Если ты каждый будешь так долго распаковывать, мы будем до 2 часов. Просто покажи, пожалуйста, что есть. Вот это, две штуки их. Я... Вот, судя по конструкции, очень такая прям серьезная вещь. Да? Сонечка, у тебя очки, покажи, зонтик. Зонтик у Кати тоже там есть. О, закрой, пожалуйста, я тебя выкру. Давай я сюда пока ее поставлю. Очки. Тема выиграл там бейсболку. Еще что-то там было. А, они этот... Ветродуем забивали мячи. О, рулетки. Зайобиски. Перчатки. Ой, самое главное-то, они показали. У нас еще победителю дали сертификат на 100 тысяч рублей. Причем эта фирма южнокорейская. Южнокорейская. Угу. Как бы хорошая. Я вот такой первый раз слышала. Я первый раз, да, но говорят, что прям Южная Корея оттуда там производится. Надо посмотреть потом. Одиннадцатая кружка. Одиннадцатая кружка у нас. А еще вот Катя мыло какое-то вытащила. То есть там тоже какой-то представитель от компаний. Вот это вот ГРАС. Я так понимаю, это машина. Парфюмерия? Парфюмерия, да. Ой, у Сонечки что-то. Тоже насадки. Это уже от Айда. Вытаскивай, Катя. Ой, а это такой же, как мы в прошлом году брали или не такой же, как мы Вите презентовали или другую. Надо посмотреть, короче. Если вдруг что, кому-то тоже. Что, Катяночек, там еще? А, такой уже папа показывал. Папа, что это? Ну вот это вот парфюмерия для... Короче, пахучка для машин. Ланючка. Ага, это календарь, Сонечка, у тебя? Черчужная. А, ага. Ой, Катяночка, раскрой ее, пожалуйста. Футболка. Что это? И угольник импорт. У меня большой, и я свои маленькие, в тот раз тоже подавали, я отдал, ну, раздал. В общем, Миша один отдал, помню. Ему он тоже нужен. В этот раз тоже кому-то подарили, да? В этот раз, наверное, тоже. И у нас там еще были, сейчас, Катюнь, на футболке можно было принты напечатать, выбрать какие. Тёма выбрал вот этот принт, Катянчик. Ага, все. А я выбрала вот этот. Ну, там были такие себе эти, выбор такой. А ну-ка, это футболка. Ага. Ой, она огромная просто. Я, похоже, горло сорвал. Горло-го. Да, мы там кричали, там так громко было, у нас столько эмоций, там столько людей к нам подходили, понимаете, девчонки? Мне. Ага. Мы, мы в этот раз знали уже многих людей, нас уже знали, но все равно мы вот по кругу ходили, там достаточно 150 блогеров посчитали, там было. И мы вот так вокруг прошли. В Книгу рекордов России ввели вот это вот, представляешь? 12-я крючка. 12-я крючка. Что папка, ты говоришь? Ну вот вокруг проходишь, одного находишь, здоровый, привет, как дела? В том проходишься, еще второго находишь. И вот так потихонечку нескольких нашли. Да. И знакомиться. К нам подходили. Мы уже на выходе, там подходит молодой человек, машинатор, есть такой канал, он достаточно мощно подходит и говорит, вы, говорит, вообще молодцы, моя мама за вас, говорит, переживала и голосовала. Мы такие, блин, спасибо, так приятно. Столько нам подходили и говорили, что вы красавчики, вы молодцы. Всем спасибо большое. Огромный просто, кто за нас голосовал, там такой отрыв. Огромный просто был, вообще шансов. Ну, мы пока сами не видели сколько процентов, потому что это в записи. Ну, потом посмотрим. Я говорю, я вот, я плохо вижу и там шкала такая большая, такая идет, такая большая, я думаю, что это за... Прямо отрыв такой. И Леха сзади меня, типа, молодцы. Я уже понял, что за рулеткой пошел. Я за рулеткой. А я впереди была, снимала и я такая еще смотрю, блин, я то снимаю, вообще все хорошо, мне все видно там четко, нажимаю там на этот монитор, потом смотрю, блин, а вот эта вот красная линия, это напротив чего канал, наш канал хоть там побеждает или какой канал побеждает, да потом смотрю, жизнь в зелене, я как вблизи. А они еще интересно сделали, то есть не по факту они показали, кто выиграл, а они в течение недели показывали, как менялось голосование и до этого очень многие сначала вырывали вперед, потом другие догоняли. Кто-то их догонял, представляете? И вот так в течение недели-двух, вот сколько голосований было, вот так вот все менялось. А у нас сразу как пошло, так жух. И все. Как мы попросили, как вот люди начали голосовать, так вот все, просто у нас такие подписчики это вот я как-то много лет назад еще говорил самый лучший вот это она так и есть прям вообще столько эмоций уже голос сорвался и время уже без 20 час надо спать потом будем сортировать кому ночью здесь тоже самое мы как всегда мы смотрим то что некоторые вещи мы себя оставляем вот этот конечно так закидали остальное мы естественно всегда у нас нет такого что сто тридцать пять одной тоже на полке лежит нет ладно все на этом все это штука наша она такая тяжелая а знаете так девчонки знаете нам это то слово надо было сказать когда победили ну во-первых я думаю пускай папа идет на сцену я буду снимать но и все-таки я потом вышла этот ведущий такой вот но поднимайте понимать и там надо было слово там сказать папа что-то там думает их микрофон ладно все мы отдыхать убираемся это делать пошли ухом уже на 7 минут на снимали здесь видео будет на три часа наверно рулетка ладно все я отключаюсь наверно доброе утро мы переночевали хорошо выспались хорошая кровать девчонки здесь спали тема добивать свой час до нас там кстати до сих пор и поздравляют кучу сообщений в телеграме и так далее пишут ребята молодцы вы крутые значит вам хочу сказать это наши подписчики крутые потому что я вот смотрела там на видео проценты я обещала показать с каким отрывом мы выиграли я так и не поймал потому что там освещение плохого и не очень было видно но что-то там около ну мне кажется 63 68 процентов у нас там большой отрыв может говорили прям ну прям вот сколько дней шло голосование такой был отрыв постоянно да там были блогеры которые ну каких-то номинациях они вроде бы сначала лидировали обидно очень не видно смотрит к округу и перцу дни запередил да поэтому до последнего это не верили так вот что я хочу сказать это подписчики у нас крутые потому что такая поддержка это просто каждый день голосовали там мы считали 24 часа и еще один голос от голоса просто спасибо вам огромное это победа она не только наш нашим процент надеюсь все остальное шаги вообще потому что если бы не вы у нас бы не было победы в этой номинации в общем допиваем чай и едем дальше потому что мы сейчас едем в калугу к гагаузам помните они у нас были в гостях несколько лет назад я чтоб ты тоже попадал я не знаю как надо нормально я попадаю там камера нормально Катя из дома принесла вот все спрашивают где у меня на шапке бумбон вот катя с ним играет как вы спали как сонечка спала да все расчесываемся собираемся сумки более-менее все собрали это кстати вот мы вчера говорили сумка это рюкзак оказался тема туда вещи сложил все допиваем чай и едем едем гагаузам в гости у них очень много изменений получится у нас заснять что я не знаю посмотрим но встретиться с ними мы хотим потому что они вообще товарищи очень крутые тоже стояли сегодня разговаривали с девчонками как жить в таком доме где мало пространства ну смысле окно в окно ладно хорошо что мы живем деревне все поехали в общем мы подъезжаем к Калуге и перед нами москвич 3 я я почему-то думала что эти машины они только в прототипе еще на дорогах не ездит но нет есть но мне не нравится вот эта вот длинная полоска такая вот в остальном все нормально ой авария а в остальном ну нормально я не знаю как она качеством вот этот вот москвич ну вроде бы нормально будет ты купил себе такого машина я обычно досконально изучаю все стараюсь посмотреть что как отзывы плюс-минус и всякие тогда выбираю сейчас я тебе не могу ничего сказать по дизайнерам обычно не выбираю но сейчас обычно ну времени мало прошло поэтому люди наверно мало что могут сказать но я удивлена что они на дорогах ездят по бренду тоже не определяем сразу надо едем нам чуть-чуть осталось нас там уже ждут но стекло грязное и у нас что-то с этим как ветры как с дворником плохо моет надо посмотреть что с ним мы приехали в калугу уже темнеет а там просто елка он тот вот подарки забираем он тот большую красную сумку в углу который да вот эту хоть только можешь вытащить так у сони торты у меня все остальное сейчас здесь ничего не видно в общем битя сейчас скоро выйдет отлично свет сейчас до битя нас выйдет встретит и пойдем туда посмотрим получится посимать хорошо если нет значит не будем тет наташа выходит смотрит а мы в другом конце москвы это вообще-то калуга да в россии сонни руки не замерзли не туда привезли ладно все тем большую сумку надо вытащить зачем камера не нужна камера оставь ее здесь нет камера не надо все идем мы в гостях я хочу немножечко подснять как нас встречает вон это только посмотрите здесь как будто бы свадьба настя в общем у ребят здесь только изменений если они разрешат мы немного поснимаем если нет съемок не будет но я хотела заснять стол в общем мы все за стол потом увидимся это в основном если на машине я не дегустил очень то с творогом голубцы а где а вон этот как и забыла как они называются дома понимаете гагаузы как встречают все как должно быть как красиво все очень четко да и вино из вулканешь типа да я надеюсь что он настоящее сейчас будем дегустировать настя что ты скажешь про наш контент нормальный контент да смотрите что мы здесь в общем уже сидим достаточно давно смотрите что мы смотрим интересный говорят так у кого первое смотрим не на самом деле мы же а у нас а монитор маленький а мы приехали за них огромный телевизор и они такие говорят на большом телевизоре все ваши нюансы видны я такая ну-ка а ну-ка покажите к нам вроде бы все точно также я я смотрю блогеров есть канал говорит такой жизнь деревня смотрю как чё они там делают говорят ну что-то делают там похоже чем-то на моего родственника у тебя родственники такие есть ешкин кот